Если другой народ хочет жить самостоятельно, независимо, он должен жить самостоятельно и независимо на своей земле, на которой он и его предки жили десятилетия и столетия до того момента, когда туда пришли российские войска. Почему они боятся информации о независимой Ичкерии? Эта болезнь называется имперский шовинизм. Добрый день, дорогие друзья, зрители и слушатели канала iNews и Ичкерия News. Я с огромной радостью представляю моего сегодняшнего гостя. Это экономист Андрей Лорионов. Добрый день, Андрей. Добрый вечер. Добрый день, Нина. Мы сегодня уже виделись на круглом столе, который так резко свернули, ну и соображение безопасности, потому что война, понятно, и мы не закончили этот разговор, который я бы сегодня хотела закончить, но что он очень важный. Во-первых, я хочу напомнить нашим зрителям, что сегодня 31 августа, и в 1996 году в этот день состоялись Хасавюртские соглашения, это исторические соглашения, которые уже в следующем году, в 1997, продолжились, так скажем, мирным договором, окончились мирным договором 12 мая 1997 года. И этот мирный договор, напомню, сегодня уже появился на версии английского языка на сайте ООН, что очень важно. Я хотела спросить, Андрей, видите ли вы параллель, которую можно перебросить сегодня от тех мирных переговоров, которыми закончилась первая русско-чеченская война, когда чеченцы победили Россию в этой первой войне? И можно ли перебросить вот это событие каким-то образом на сегодняшнюю ситуацию в плане войны России против Украины? Событие действительно это очень важное и выдающееся, поскольку был подписан настоящий межгосударственный договор между Российской Федерацией и Республикой Чкерия. И очень важно отметить, что, хотя он был подписан в мае 1997 года, но вот сегодня, 25 лет спустя, четверть лет спустя, этот документ остается в силе. Он не расторгнут. Его юридическая ценность не отрицается ни одной из сторон, включая Российской Федерации. То есть это действующий договор. Договор, согласно которому признается, что дальнейшие отношения между двумя независимыми суверенными государствами Российской Федерации, Республикой Чкерия, будут подвержены дальнейшему уточнению, развитию и так далее. Но признается сам факт существования двух суверенных независимых государств. И именно это является, безусловно, очень важной ценностью этого документа. Но кроме этого, есть еще некоторые следствия. Следствие, заключающееся в том, что сам по себе факт подписания договора, к сожалению, договора с Россией, к сожалению, автоматически не означает, что Россия, как подписант этого договора, как и некоторых других договоров, в том числе и тех договоров, которые были подписаны с Украиной, Россия исполняется. И здесь возникает другая параллель. Очень важная параллель. В какой степени можно полагаться на документы, которые подписываются Российской стороной. И тогда возникает третье еще соображение, вывод из этого заключающийся. В том, что договоры – это хорошо, но договоры должны подкрепляться серьезными ресурсами. И этими ресурсами, как мы видим на примере Украины, которая верила и в соглашение о создании Содружественного Независимого Государства. И двусторонний договор, межгосударственный договор между Россией и Украиной, так называемый «Большой договор». И Будапештский меморандум. И соглашение о государственной границе между Россией и Украиной. Все эти документы нынешней России, путинской России, были нарушены незаконно, грубо. Так же, как, собственно, был нагрушен и договор, подписанный Борисом Ельцином и Асланом Асхадовым в 1997 году. Из этого следует вывод, что, по крайней мере, с нынешними властями России, необходимо не только подписывать договоры, но и обеспечивать их исполнение необходимыми ресурсами, необходимой силой. У Чеченской республики этих сил не хватило для того, чтобы этот договор соблюдался. И, как мы видели по войне, начавшейся в 2014 году, поначалу этих сил не хватало у Украины. Этих сил не хватало в течение этих восьми лет и даже первых шести месяцев следующей стадии войны российско-украинской свидетельны, чего мы все являемся. Но мы видим, что украинцы приняли для себя принципиальное решение, что они не будут сдаваться, они никогда не сдадутся. И они будут отставить свою свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность, сколько бы времени на это не потребовалось. То есть, какую бы цену агрессор за это не заплатил. И это тоже один из важнейших выводов из вот этих последних десятилетий существования новых государств, государств, появившихся после 1991 года. Какие правила существования должны здесь соблюдаться. И в этом деле Украина и украинцы дают неоценимую помощь всем народам и, естественно, чеченскому народу в этом деле. И дают и помощь, и пример того, как нужно это делать. И мы знаем, что не только украинцы дают пример чеченцам, но и чеченцы оказывают большую помощь Украине в деле отстаивания своей свободы и независимости. Поэтому мы можем сказать, что то дело, которое чеченская республика начала раньше, отстаивание своей независимости, сейчас продолжает Украина и, видимо, победа в этом деле может быть достигнут только совместными усилиями. И Украиной, и Чечней, и Грузией, и другими народами, которые отстаивают свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. 24 февраля, когда мы все проснулись и поняли, что произошла катастрофа, на украинских каналах я заметила, что Джохар Дудаев просто в первые дни стал уже героем, его стали цитировать, и стали обращаться украинцы в своих медиа к истории русско-чеченских войн. Я следила внимательно, что происходило с медиа русскоязычными, так называемыми оппозиционными, когда они перебрались на Запад и их приютили страны Балтии. Они не сдвинулись ни на шаг в сторону понимания, рефлексии по отношению к русско-чеченским войнам. Я думала, что они тоже сделают шаг навстречу раскрытию вот этих всех скрываемых фактов о независимости Чеченской республики Ичкерия. И вот этот вот разговор о делении на хороших русских, вот эти антивоенные комитеты, это все, конечно, очень сильно разочаровало. И вдруг появляется в Украине, в Киеве Илья Пономарев, который вот провозглашает не антивоенный комитет, а именно военный комитет. Ахмед Закаев уже 26 февраля обратился к Зеленскому с инициативой создания иностранного легиона, в котором бы воевали официально ичкирейцы в составе ВСУ. Вот это же может самое ожидать нас в случае русской армии. Как вы вообще оцениваете это событие сегодняшнее, Ирпенскую декларацию подписанную, и круглый стол, который вот мы не сумели мы сегодня так вот провести серьезно, как планировали? Вы затрагиваете целый ряд очень важных вопросов, очень важных вопросов не только для Ичкерии, не только для Украины, но прежде всего для самой России. И для того, может ли вообще быть создана свободная Россия. Это самый главный вопрос. Дело в том, что все отталкивается от первого пункта. Какой политический режим сейчас в России? Для всех тех, кто хоть что-то понимает в современной политике, в современных режимах, понимает, что режим, который находится в России сегодня, в лучшем, в кавычках, в лучшем случае, это жесткий авторитарный режим. По основным же признакам это тоталитарный режим. Для чего нам нужно это определение? Это определение нам нужно для того, чтобы понять, бывали ли случаи в истории, чтобы жестко авторитарный режим, и тем более тоталитарный режим, сменялся бы другим режимом, демократическим, либеральным, хотя бы полудемократическим, полусвободным, ненасильственными методами. Ответ однозначный. Более 400 случаев подобных попыток за последние 50 лет показывают, таких примеров нет ни одного. То есть это невозможно. Из этого следует еще один очень важный вывод. Вывод, который заключается в следующем. Те люди, какими бы замечательными, прекрасными, размышляющими, глубокими они ни были, но те, кто утверждает, что давайте мы будем запускать белые шарики, снимать сандалики и вставать на белых носочках на скамеечке, водить хороводы, читать стихи, призывающие к свободе. Это все будет прогулки по концлагерю. Из одного угла концлагеря в другую, из одного барака в другую. Примеров того, чтобы подобные действия привели к изменению режима, к свержению режима, к уходу режима, хотя бы к минимальному смещению режима, просто нет. И очень важно, что эти люди, очень умные, грамотные, читающие, знающие, если они после того, как получили эту информацию, они получили эту информацию неоднократно. Эта информация была им представлена во многих материалах, в том числе и вашим покорным слугой, с представлением всех этих данных, всех этих случаев. Это обсуждалось на этих самых встречах, на этих форумах. Если после этого организаторы этих форумов принимают решение, во-первых, отказаться от встречи с такими людьми, какими вы упомянули, участниками сегодняшнего круглого стола, запрета для участия в их форумах, и продолжают мы оставить о том, что они занимаются антивоенными комитетами, тогда, хотим мы этого или не хотим, по факту, это является деятельностью, направленной на поддержание нынешнего решения. Просто иначе это невозможно воспринимать. Если бы это были люди не очень образованные, не очень понимающие, впервые оказавшиеся в политической жизни, тогда можно было бы предположить, что они просто этого не знают. Но поскольку они это знают, они таким образом действуют, значит, они для себя точно приняли это решение, помогать нынешнему режиму и противодействовать прекращению его деятельности. И следующий вывод, который из этого приходится делать, вывод, который заключается в том, каковы исторические прецеденты того, как необходимо отказываться от подобного рода режима. И у нас перед нашими глазами целый ряд примеров. Это пример, который, в частности, я привел, цитирую, Декларацию независимости Соединенных Штатов Америки 1776 года, в котором американцы, тогдашние американцы сказали, в принципе, мы выступаем за мирный переход, но если длинный ряд злоупотреблений и насилие, осуществленный против свободных граждан, продолжается, то у нас есть не только право, у нас есть священный долг покончить с такого рода режимом, с такого рода правительством. Еще раз, это не только возможность, это не только право, это священный долг. И мы видим, уже не только в XVIII веке, а совсем недавно, на наших глазах, как это происходило, например, примерно сто лет тому назад, когда были сформированы подразделения украинских сечевых стрельцов, которые воевали в течение Первой мировой войны и потом составили костяк армии Украинской Народной Республики. Затем были, или в то же самое время, были сформированы польские легионы, которые участвовали в Первой мировой войне и стали костяком войска польского, Республики Польша. Также был сформирован 27-й егерский батальон из добровольцев из Финляндии, которые составили костяк офицерского корпуса финской армии, которая победила не только во время, не только в ходе гражданской войны Финляндии в 1918 году, но и отстояла свободу и независимость Финляндии во время зимней войны 1939-1940 годов и во время летней войны 1944 года. Все это говорит только об одном. Да, и, конечно же, мы не можем не упомянуть пример украинцев, уже современных украинцев, украинцев революции достоинства 2013-2014 годов. Украинцы вышли на свою революцию, на Майдан, мирно. Они протестовали там мирно, они не применяли силу. Когда против них стали применять силу, то в отличие от тех, кто запускал белые шарики и вставал на белых носочках на скамейке, украинцы ответили сопротивлением. И тот факт, что украинская революция достоинства победила в 2014 году, объясняется только одним. Украинцы не стали сдаваться, они не стали поднимать руки кверху, они не стали запускать белые шарики, они ответили на насилие сопротивлением. Это привело и только это привело к победе революции достоинства. Из всех этих и многих других исторических примеров российские граждане, российские свободные граждане, граждане России, нацелены на создание свободной России, могут и должны сделать один единственный вывод, одно единственное заключение. Каким образом можно приблизить создание свободной России? других способов не существует. И вопрос, который действительно нуждается в том, чтобы его проговорить, как говорится, на берегу, чтобы потом уже не было поздно, потому что граждан Чеченской республики и тех ичкирийцев, чеченцев, которые живут на Западе, волнует один вопрос. Они понимают, что украинцы им союзники, грузины им союзники, и они хотели бы видеть вот в этих ростках сегодняшней армии русской в составе ВСУ, они тоже хотели бы видеть союзников, но они бы очень не хотели разочароваться, и они хотели бы получить для себя какие-то признаки, какие-то знаки того, что их снова не обманут, как происходило на протяжении четырехсот лет, потому что русская армия, она сейчас позиционирует себя как как бы в ряду, да, вот параллельно всем вот этим остальным структурам, и чеченскому батальону, и грузинскому батальону, всех, которые воюют в составе ВСУ, но может ведь случиться, когда начнется освобождение России, и демонтаж от этого преступного путинского режима, может так случиться, что имперские амбиции, и имперское представление о жизни опять случится в русских, и они опять почувствуют вкус к оккупации Чеченской Республики Ичкерия. Какой можно, не знаю, есть ли что-то, чтобы подстелить соломку, какой-то документ подписать, чтобы просто прогарантировать для чеченцев, которые столько уже видели от России? Я думаю, что сейчас мы этого сказать гарантированно не можем, потому что это только что создаялось вот это событие, встретились люди, которые представляют и легион, и корпус, и люди, которые поддерживают политически этот процесс. Я думаю, это нормальный, естественный процесс встречи людей, которые пришли с несовпадающими, возможно, некоторыми взглядами, но объяснение тем людям, кто участвует в этом процессе, что не может быть свободным народ, угнетающий другие народы. Вот этот лозунг, хорошо известный в течение столетий, лозунг «За нашу и вашу свободу неразделим». Невозможно бороться за свободу России, одновременно пытаясь восстановить или установить контроль или власть или подавление другого народа. Естественно, народ Дейчкерии, который неоднократно в течение прошедших столетий демонстрировал свое желание жить самостоятельно. Мы всегда будем соседями, мы всегда будем жить рядом, но жить рядом даже с братом, если ты живешь, ты живешь в соседних домах, в разных домах. У каждого есть свой дом, есть своя семья, свой огород, есть свад, есть сад, есть свои дела. Время от времени можно прийти к брату в гости, если брат приглашает. Если брат не приглашает, в гости тогда брату не принято ходить. Есть некоторые общие правила человеческого общежития, которые для части российского общества, в том числе и для части образованного российского общества, нужно выучить. Мы видим, что по нынешнему поведению даже очень многие, казалось бы, известные, казалось бы, придерживающиеся во многих либеральных или демократических традиций лишены представления о некоторых базовых принципах человеческого существования. И этому принципу тоже надо учиться и надо научаться, что другие народы, другие этнические общества имеют свои представления о том, как строить их жизнь. Это право необходимо уважать, соблюдать и обеспечивать. Я думаю, что то начало, которое заложено, по крайней мере, сегодня, дает некоторые основания надеяться, что при наших совместных усилиях и наших, и ваших, и совместных усилиях это понимание базовых принципов человеческого общества будет распространяться и станет главенствующим, ведущим для будущих корпусов российских освободительных сил, которые будут принимать участие в создании новой свободной России. Свободная Россия это не Россия, какая угнетает какие-либо другие народы. Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля, мы предложили на несколько каналов фильм о независимости Чеченской Республики и Чкерия, понимая, что этот материал поможет осознать непрерывность вот этой агрессии Российской Федерации против других народов, что это не прецедент, а это наоборот очередное преступление России. Так вот, ни одно из вот этих либеральных оппозиционных медиа не захотело брать этот фильм и показать факты. А у меня вопрос, откуда люди узнают эти факты, если их не показывают эти медиа, притворяясь, что они ничего не знают. И мы видим заявление того же Ходорковского, его пост о том, что чеченские сепаратисты примазались к войне в Украине. И мы видим выступление на дожде Михаила Фишмана, который до этого подробно брал интервью Ахмеда Закаева и подробно выяснял все факты от независимости до оккупации Эчкерии. И сейчас он сделал программу, которая в точности перевирает на 180 градусов эти факты. Почему они боятся информации о независимой Эчкерии? Эта болезнь называется имперский шовинизм. Это болезнь. Это просто вот есть такая политическая болезнь называется имперский шовинизм. И это излечение от этой болезни возможно, но он идет этапами. Вначале какой-то дальней надо было согласиться для этих людей или там их предшественников, что, например, Германия не должна находиться под контролем тогда Советского Союза. Венгрия, Югославия, Албания, Румыния, Болгария, Человакия, Польша. С трудом Афганистан. С трудом, но эта мысль пришла в голову. Затем наступил следующий этап. Надо было объяснить, что это другие страны, они не имеют отношения к России. Эстония, Латвия, Литва, Украина, Молдова, Грузия, Армения и так далее. Это был следующий этап. Кто-то прошел этот урок, кто-то сдал этот экзамен, кто-то не смог. Но идет следующий этап. Надо объяснять, что Ичкерия это другая страна, Кабарда там живет другой народ, Якутия там живет другой народ, Тува это другие люди. И если эти люди хотят жить отдельно, самостоятельно, безусловно, они должны жить самостоятельно, отдельно, и никакой русский человек, кем бы ни был, как бы он себя не называл, имперцем, государственником, либералом, должен с этим согласиться. Это не требует никаких научных доказательств, иногда принять как аксиому. Если другой народ хочет жить самостоятельно, независимо, он должен жить самостоятельно и независимо на своей земле, на которой он и его предки жили десятилетия и столетия до того момента, когда туда пришли российские войска. Вот этот очень простой, можно сказать, даже примитивный урок, урок истории, истории, урок политики и урок человеческого общежития должен быть выучен. К сожалению, не все наши соотечественники знакомы с этими уроками, готовы учить эти уроки, но такова жизнь, надо этому научиться. И наши коллеги, кто начал вот этот процесс сегодня и сейчас, и мы с вами тоже должны вносить свой вклад в это дело. Будем этим заниматься. Спасибо огромное, дорогой Андрей. С нами был экономист Андрей Иларионов. Всего доброго. Спасибо, Инна. Всего вам доброго. Всего доброго нашим зрителям. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.